Ребята, всем привет! Ну короче, полнейшее разочарование, просто я, блин... Я в негодовании, в разочаровании, в расстроенных чувствах. Полная задница, полная шляпа, потерянное время и выкинутые деньги. Ну деньги-то фиг с ним, невелики, но все равно. В общем, смотрите, вот здесь у меня фильтруется настойка на черной смородине. Эту черную смородину, у нас есть, короче, палатка в городе, где продается всякая заморозка на развес. Не в пакетах фасованной, а на развес. Там пельмени, котлеты, блины, ну и так же самое овощи, фрукты. Пошел я, значит, купил смородину черную, 335 рублей килограмм. Купил, значит, смородинку, думаю, ну, поставлю замечательную настойку. Значит, взял, принес ее домой, разморозил. Вот. Попробовал на вкус, ну такая кисленькая, думаю, ну что-то как-то не особо. Ну, думаю, ну ничего, в настойке будет хороша. Вот. В пятилитровую банку ее закинул, залил 42-процентной сортировочкой. Вот. И, дай бог памяти, пару столовых ложек фруктозы кинул. Ну, так, чтобы подсластить, потому что кисловато. Вот. Прошло две недели. Вот, как вы видите, я ее фильтрую. Сейчас я уже, конечно, испробовал, но сейчас прям при вас еще. Прошло две недели. Стояла она у меня под крышкой вакс. Кстати, вот эти обалденные крышки, они идут под банки твистов. И получается, одна крышка, она универсальная. Она идет под большую банку, вот под пятишку. И также под маленькую под трешку. Я просто отсюда резинку вынул. Вот здесь еще резинка стоит. Она одна крышка, под две банки. Ну да ладно. Ну вот. Фильтрую, значит, поставил фильтровать. Изначально, сейчас думаю, понюхаю, попробую. Налил стакан вот. А тут смородиной практически не пахнет. Нет, запах смородины есть, но он настолько далекий, как Китай от моего города. Просто когда ставишь на смородине, на домашней, там, ну, супер бомбический аромат. У меня до сих пор еще есть, с лета осталось. Ну, здесь. Единственное, что здесь хорошее, это цвет. Цвет, да, обалденный. Ну, мы с Женьком тут разговаривали про вот смородину, про вишню, вот эту мороженую. Вообще, есть такое ощущение, что ее красят чем-то, что там какие-то красители. Потому что тема такая. Ее даже вот если жмякать руками, отжимать, ее, блин, от рук потом хер отмоешь. И прям цвет такой, прям кажется, прям как краситель какой-то. В общем, аромат далекий, как до луны. Вот. Еще одна фигня меня смутила. Это уже было в тот момент, когда я только залил сортировкой. Вот она стояла, я аккуратненько сейчас банку принес. Вот видите, сколько, да, отфильтровал вот это в трешке. Вот. Она расслоилась, и получается, ну, так не видно, конечно, на камеру будет. Вот здесь какая-то такая непонятная взвесь. Ну, одно дело ягоды, а другое дело, знаете, вот такая какая-то взвесь, как какое-то желе непонятное. И оно все, трындец, оно вот не фильтруется ни хера. Она сразу же забивает ватный диск, но ментально. И все. Как желе какое-то. Вот. Со смородиной, которая домашняя, такого нет. Чего за херня? Не знаю. Понять не могу. Вот оно даже на стенках стакана вот видно. Вот это вот. Желе какое-то. Вот его хочется отфильтровать, а оно не фильтруется. Вот верхушку я снял. Вот как она расслоилась, банка. Вот эту я снял, отфильтровал. А это все, это пиздец. Просто так не отфильтруешь. Это надо только через вакуум фильтровать. Иначе жопа. Все. Вот он. Я поставил ватный диск, все, он сразу забился. Ну, блин. Никому не рекомендую. Насчет других там заморозок. Не знаю. Вот вишню я делал. Вишня, в принципе, нормально была. Зашла. Клубнику еще не делал мороженую. Не пробовал. Но, говорят, тоже неплохо. Но смородина, это что-то с чем-то. Стоит до хера. 335 рублей килограмм стоит. Но говно говном. Это лучше взять, я не знаю, в сезон своей заморозить. Или побольше просто в сезон наставить, наделать этой самой настойки. Но мороженую покупать, вообще дрянь. Кстати, ребят, может кто в курсе, у меня есть замороженная черника, но это свойская. Это мне ребята передавали, сами собирали замороженную. Ну, я ее потом заморозил. Может из черники какую настойку сделать, ни разу не делал. Может у кого рецепты какие есть. Но, в общем, никому не советую. Даже хрен поймешь, что это смородина. Вот я выпил. Кислота чувствуется. Кислота, ну, сладость, вот то, что я фруктозой сладость перебил. И кислинка вот эта. А вот этого смородинового вкуса, он смородинный вкус, с черной смородиной, вообще яркий такой, сильный, мощный. Здесь его вообще нет. Просто нет. Просто фуфло. Полнейшее фуфло. Это зря потраченное время, деньги и сортировка. В общем, я... Что ее фильтровать, я даже дальше не буду. Я ее так, в перегон куда-нибудь замучу. Ну, потому что говно-говно. Просто говно-говно. Полнейший отстой, друзья мои. Так что вот так. Ладно. Что ж теперь поделать? Теперь уже ничего не поделаешь. Просто когда делаешь вот с домашних ягод. Ну, вот я там с крыжовника, да, со смородины. Там с вишней, с косточкой, там с клубники. Ну, блин, там вкусы, там ароматы вот эти все. Там вообще, если еще в смородину добавляешь или листики, или веточку. Там обалдеть можно. От аромата просто обалдеть. Так что да, зима. Вот эти магазинные ягоды, это полная шляпа. Все, ребята, я высказал свое мнение по этому поводу. Ну, не мог я промолчать, не мог. Потому что, ну, блин, ну, просто негодование прет изо всех щелей. Вот прет, прям лезет изо всех щелей. Ну, что за херня? Она мне еще, да, да, вы только у нас и будете теперь покупать. У нас такая ягода вкусная, замороженная, очень вкусная. Ну, вот так даже если взять ее с сахаром там намешать, поесть или компот сварить. Ну, не обязательно на настойке. Ну-ка, и что? Там может кто-то детям компот сварить какой-нибудь, да, там, какую-нибудь желешку там намешать, там, эту, ну, как она называется, там, растолочь с сахаром. Дрянь-дрянью. Не, не советую никому, ребята. Все, давайте. Всем пока.